Ну что, ребят, всем привет! Снова я, снова вы. Видосик по Modern Warfare 2. Ребят, настало это время. 28 число. Игра релизнулась, но некоторые особо жесткие челы играли вчера с 14 часов, с 27 получается числа. То есть, ранний доступ для Новой Зеландии. По какой причине он там есть, я понятия не имею, но часть стримеров играла еще со вчера. Я лично поиграл сегодня в 0.0, как только открылись сервера для плойшников. И, в принципе, сегодня с утра я уже отыграл, ну, блин, часиков, наверное, сколько? В 9 часов я примерно? Ну, короче, 5-5,5 часов я где-то отыграл. И, блин, если честно, если честно, вот, типа, не кривить душой, геймплейная игра стала даже лучше, чем на бете. То есть, исправили кучу мелких вещей, которые раньше людей раздражали. Допустим, от третьего лица перестали дрожать всякие объекты, перестали дрожать твои кусочки костюма. Твой персонаж теперь взбирается не рывками, а нормально. И само по себе оружие, оно осталось таким, как и было, крутым. И, блин, это, наверное, самая хорошая часть этой игры. Оружие. Оно выглядит круто, оно выглядит проработано. Из него приятно стрелять. Даже из оружия, из которого, как бы, вроде не хочешь играть, там, допустим, ДМР-ками какими прокачивать, прокачивать ДМР-ки на М-ку, ну, получается, базу ДМР-ки. Но даже с нее убивают, ты получаешь огромное удовольствие, потому что импакт от оружия, он прямо пропорционален твоим усилиям. Ты бежишь, туда-сюда прицелился, и это приятно играть. Импакт от оружия и геймплей, это те составляющие именно МВ-19, Warzone как таковой, и теперь уже получается МВ-2, это вещи, которые продают эту игру. Это не какая-то там сюжетная линия, это не какие-то там специальные задания, это ощущения от игры, которые в этой игре на уровне. То есть взяли МВ-19, которая уже была хороша, и сделали конфетку. Выглядит очень клево. Мне очень нравится, как игра выглядит, в принципе, на консоли. Играть я на ПК, скорее всего, буду уже в Warzone, то есть через 20 дней, когда он релизнется, я буду играть уже на ПК в него. А покупать вторую часть, ну, не знаю, покупать еще одну версию игры, но только для ПК, чтобы играть сейчас в 140, получается, Герц в АК-разрешении, я не то чтобы говорю желание. Возможно, возможно, на днях, если появится спонсор, я обязательно это сделаю. Вот, но в целом, в целом, геймплейно, игра ощущается просто на 5 с плюсом. Если так же считаете, ребята, можете воткнуть лайк. Дальше, новая система прогрессии оружия. Это и камуфляжи, и прокачка камуфляжей, и тонкая настройка модулей. Тонкая настройка модулей открывается только после того, как вы докачаете свою пушку до максимального левела. То есть, вот у вас есть база М4, вы ее докачиваете до 20 левела, и у вас на каждый модуль, открытый для этой базы, появляется тонкая настройка. То есть, вы можете модуль по двум параметрам, получается, настроить. Либо, допустим, увеличить отдачу, при этом ускорить прицеливание, либо там, наоборот, сделать, допустим, скорость ходьбы в прицеле взамен стабильности прицеливания. Я не знаю пока, насколько сильно это будет влиять. Я думаю, что будут выкручивать либо в одну сторону, либо в другую. Скорее всего, будут какие-то сборки имбовые от бедра, потому что собрать теперь пушку от бедра будет очень-очень просто. И ппшки от бедра будут, конечно же, наваливать. Особенно, особенно в режимах от третьего лица. Видосик, ребята, это достаточно короткий, но здесь я хочу рассказать именно основные моменты. И самый главный вопрос. Теперь, уже спустя релиз, получается, после релиза, стоит ли покупать МВ-2 ради мультиплеера, если вы игрок в Warzone? Потому что большинство людей, которые здесь сидят на канале, это все-таки игроки в Warzone. Это люди, которые играют в Battle Royale, которые, в принципе, мультиплеер особо не котировали. Так вот, я могу сказать, что для этих людей вряд ли мультиплеер даст что-то хорошее. Потому что это очень-очень такой странный игровой экспириенс. То есть, это просто беготня от точки респавна до точки смерти. Очень многие кемперят. ТТК буквально три пули. Кто не знает, что только ТТК, ребята, это время до убийства. Или выстрелы до убийства. То есть, например, любая ДМРка, любое оружие на базе ДМР, то есть, ну, вот эти полуавтоматические винтовки, убивают за два выстрела, либо за один выстрел в голову. Любая пехотка в голову, соответственно, в торс, убивает с одного выстрела. ППшки, АРки убивают с трех-четырех выстрелов. И ощущается это очень быстро. При этом в игре теперь нет канцел слайда. То есть, грубо говоря, когда вы выбегаете на какого-то врага, у вас нет вариантов. Вы можете только прыгать и перестреливаться. То есть, вы не можете, например, увернуться от первого выстрела. Вы не можете прервать анимацию перезарядки для того, чтобы, ну, если вас поймали в неудобный момент, вы не можете отменить, два раза нажав смену оружия, вы не можете отменить самую перезарядку. И, к сожалению, вы, скорее всего, умрете. Если, конечно, вы не будете использовать новую фичу, когда вы достаете пистолет. Вот так вот, типа, бам-бам-бам-бам, стреляете. Но для этого нужен пистолет. То есть, во втором слоте нужен пистолет. А в варзоне вы не будете таскать пистолет. То есть, эта механика, она придумана просто, чтобы продать эту механику. Как по мне, намного лучше, чтобы вы могли отменять анимацию перезарядки для того, чтобы просто дострелять оставшиеся патроны, которые у вас были. Я понимаю, что это нереалистично. Я понимаю, но, ребят, это нереалистичная игра. Она выглядит прикольно, она выглядит реалистично, но играется она нереалистично совершенно. Персонаж бегает бодро. Но, опять же, отсутствие канцел слайда, оно на руку людям, конечно, которые не учились использовать канцел слайд. Но периодически, периодически деревянность вот этого геймплея, она все-таки ощущается. Потому что, ребят, даже в странном Фортнайте додумались, что для третьего лица необходим канцел слайд. Иначе люди будут просто кемперить углы. Будут просто смотреть от третьего лица и чекать угол. Они будут вас убивать просто потому, что у вас нет других вариантов. Вы не выскочите оттуда как-то иначе. Вы либо выбежите, либо, не знаю, выползаете из-за этого самого укрытия. В основном, ребята, все эмоции строго положительные. Но уже есть читеры. Уже есть читеры. И от них, если честно, горит жопа. Я отрубил кроссплей, играю с задротами на плойке. Но, если честно, вот если честно, опять же, если честно, вот в этот момент, ребят, задроты на плойке хуже читеров. Потому что они вообще не мажут. Это люди, когда вам попадается СБМ на лобби, то есть лобби, в котором вы как бы крип, а против вас играют одни баки, которые, как бы, вам напихивают. Так вот, в этих лобби играть больно. Очень больно. Ребят, делитесь своими эмоциями. Пишите комментарии. Приходите на стримы. Каждый день с 10 утром, соответственно, я стримлю на Твиче. Вот. Ну и будем качать пушки. Что еще делать-то? Надо открыть, наверное, золото. Как можно больше золота открыть на пушки, которые будут метовыми, предположительно. Допустим, все снайперки хочу, все фп-шки ответили. Ребят, еще раз, всем спасибо. Всем пока. Приходите на стримы. Делитесь комментариями.